А давай. Все, поехали. Так, еще раз всем добрый вечер. Как вы уже, наверное, читаете, в течение 20 минут меня зовут Вячеслав Муравлев. Я являюсь в компании ведущим Java разработчиком. Вот, много программирую на Java. И хотел, так сказать, с вами наболевшей болью поделиться. Но сначала немножко про нашу компанию, что, так сказать, вы понимали контекст. Мы занимаемся заказной разработкой, которая, в общем-то, метафорически напоминает изготовление летающих слонов. То есть это мы стремимся попасть в те проекты, которые до нас еще никто не делал. Это сложно, это тяжело, это недешево. Типа как научить слона летать. Мы занимаемся проектированием в контуре слона. Его разработкой, внедрением его в дружественную ему среду, сопровождением этого слона. Моем, чистим его, новые ништяки ему подкручиваем, развиваем его такими вот полосками и цветами. И все это происходит на полном жизненном цикле. То есть от бизнес-замысла заказчика до его реализации и вывода, в итоге решения из эксплуатации. И занимаемся мы всем этим для торговых сетей, для банков, для госкорпораций и для предприятий ЖКХ. В общем, клиенты крупные, специфика вполне такая себе. Есть то, что называется кровавый интерпрайз, в общем. Вот этого у нас просто более чем достаточно. Для всех для них мы изготавливаем большие учебные системы. Работаем мы в такой структуре. У нас порядка 200 уже более человек, а где-то вот четверть из них это, что называется, профессиональная инфраструктура. Это юристы, маркетинг, бухгалтерия. Из них около одной пятой это отличники все с красным дипломом. Девочки у нас имеются. По-моему, кстати, достаточно большая цифра для айтишной конторы. По крайней мере, в предыдущих местах работы, где я был, там девушек существенно меньше. Это очень хорошо. Вот. И коротко о себе. Я закончил ВНК в 2000 году. Практически сразу после окончания пошел работать на Джаве. Вот. Сначала это была работа такая по небольшим конторам, а потом я попал в очень крупный, очень-очень крупный российский банк. Вот. И там провел, не то что провел, прожил 8 лет занимать хаус-разработкой на Джаве. Вот. В Кастис пришел в 2012 году. Все продолжал так же писать на Джаве. Ну и в свободное время гитара попадает в руки. Вот. Значит, как мы с вами будем общаться? Мы с вами поговорим немножко о самом спринге. А вот поднимите руки, кто вообще на спринге программирует? Давно? Нет, не очень. А кто вообще представляет себе, что это такое? О, уже лучше. Ну, тогда, наверное, будет это актуально. Вот. Немножко поговорим о самом спринге. И на примере спринга сделаем такой, ну, скажем так, я вот тут должен такой репримант небольшой сделать. Вот. Я планировал, что мы вот этот гешефт по продаже книг сделаем, что называется, на ваших изумленных глазах, вот этими вот опытными руками. Вот. Но я попробовал это сделать в тайминге, вот с Владом, да, под парным программированием. Занялись парным программированием, и оказалось, что если все это реально повторять, весь тот функционал, который бы я хотел вам продемонстрировать, то мы разойдемся хорошо, если к утру, хорошо, если следующего дня. Вот. Особенно там, учитывая то, что, скорее всего, там вопросы какие-то возникнут, не все сразу получится, опять же, несмотря на многократные повторения. Вот. Поэтому я просто буду показывать готовое решение уже, там, да, куски кода. Безжалостно будем смотреть в XML, не дрогнувшие рукой, то есть, открывать различные файлы, вы будете задавать вопросы, я постараюсь все объяснить. Вот. И, то есть, в рамках этого безобразия мы будем смотреть на возможность D-Spring для решения типовых задач, которые возникают при Enterprise разработке. Так, вот. Все-таки у меня нет режима докладчика, это очень плохо. Его не будет, слабо. Его не будет. Ну, я лошу. Потому что иначе студию не покажут. У нас идея. То есть, если бы. Ага. Либо печеньки. Ну, ладно. Значит, для начала, как бы, почему вообще вот исходный предпосыл для этого семинара? Почему я решил про него рассказывать? Почему я на эту тему зарубился? Дело в том, что за все время, там, да, в котором я работал, за все время, там, профессионального опыта, и особенно за вот эти вот 8 лет работы в инхаузе, крупного российского банка, я не раз натыкался на такие вещи, причем, как бы, натыкался и у чужих команд, и делал сам. Что при возникновении какой-то, в общем-то, достаточно стандартной задачи, а-ля, например, загрузка каких-нибудь файлов по расписанию, или загрузка каких-нибудь данных, там, из другой базы перегрузки к себе, для начала все делается быстро на коленке, а потом все это начинает обвешиваться своими костылями, начинает писать свой фреймворк. Причем, все это происходит, что называется, не приходя в сознание, не поднимая головы. А когда, кстати, уже пыль осела, да, там, небо расчистилось, и огляделись по сторонам, оказалось, что там есть целая пачка, там, готовых решений. Вот. Честно скажу, в последний раз, вот, я такой номер провернул сам, там, год назад, и сделал это, потому что не знал про существование, там, определенного, там, компонента спринге. А когда я, там, про него узнал, почитал про него, и он разобрался, оказалось, что та задача, которую я решал, она ложилась к нему просто, что называется, там, вот, прям, ровно по всем этим, ровно по всем параметрам. Вот. Поэтому у меня семинар, он такой, что я хочу рассказать вам, что есть такого хорошего в спринге, что может пригодиться в интерпрайзе. Глубоко при этом копаться я не буду. Там, разбираться в тонкостях класс-лоудинга, там, джид-компиляции и прочего мы не будем. Семинар бьет вширь, а не вглубь. Вот. Поэтому, если что-то, какие-то темы, такие, там, глубокие, неохваченные, ну, не обессудьте. Вот. Как-то так. Давайте теперь про спринг поговорим. Во-первых, почему спринг? Ну, как бы сейчас, если начинать разрабатывать интерпрайз-приложения, да, там, то, там, встает вопрос, да, там, скорее всего, это приложение будет на, там, на каком-то, там, сервере приложения. Вот. И тут, там, либо джид-у-е, джей-е, то есть, либо, там, вот, спринг-выбор. Спринг-выбор вполне себе нормальный, у фреймворка богатая история, это, да, там, больше 11 лет существует. Вот. У него есть уже некие, там, традиционные последователи, да, там, приверженцы, адепты и так далее. Я вот один из таких адептов, потому что я на спринг смотрел тогда, когда еще была джид-у-е, прости господи, версия, по-моему, 1-3 мы на ней кодили, и спринг по сравнению с ней выглядел, ну, просто потрясающе. Кто-нибудь, вот, работал на старой версии джид-у-е там? Нету? Мне сложно описать вам те учения, которые происходят, приходилось. Ну, вот там, ну, для того, чтобы, а кто-нибудь работает сейчас на джид-у-е, с бинами есть люди, да? Вот как вы вызываете, и вам нужно из одного бина вызвать другой, что вы делаете? Через аннотацию, конечно. Через аннотацию, просто инжект, да, там, просто вставили другой бин, просто его вызвали. Для того, чтобы это сделать джид-у-е, там, той версии, это надо было, значит, через GND-а его найти, да, пишется более, куча более плейт-кода, которые вшиваются в строковые константы. В итоге, там, когда вы открываете код своего бизнес-компонента, он выглядит просто, там, ад израиль. Вот, особенно, если это все, опять же, там, люди пишут, не приходя в сознание, это все делается быстро, и вот эти куски, там, делаются, естественно, копипастой. Вот, он, да, как у тебя вызвать твой сервис, там, он такой-то, такой-то, тын-тын, ctrl-c, ctrl-v, и там, смотришь на кода, там, контекст, new initial-контекст, gdi-lookup, вот такая вот строковая константа, и так далее. Это кровь и ужас. Вот, и на фоне этого, Spring, который позволял все эти крючки вынести в некую отдельную конфигурацию, а свой код оставить чистым и посвященным только бизнес-логике, он выглядел, ну, как глоток свежего воздуха. Вот, последствия в новых версиях G и E уже, там, не жутые, а G и E, там, куча идей была перенесена туда, в частности, вот, да, там, тоже, тоже, депендент, c-инжекшн. Вот, помимо того, что он позволяет, Spring связывает компоненты между собой, он предоставляет очень много возможностей для разработки, собственно, самого функционала, там, очень много вспомогательных классов, про которые мы там, тоже, похоже, поговорим. Вот, он основан на правильных идеях, да, вот этот вот Inversion of Control, идея, заложенная в него, она, ну, не знаю, на мой взгляд, это очень правильная, грамотная идея, это то, та идея, знаете, типа, как зарядка. Все говорят, хорошо, делать зарядку правильно и, там, вести здоровый образ жизни здорово, но мало кто это делает. А Spring, в нем заложена правильная идея, хорошая реализация, он не то, что даже подталкивает, а просто заставляет человека поступать вверх при разработке. Вот, так как Spring уже достаточно давно существует, то во всех инструментальных, во всех IDE сделали его хорошую инструментальную поддержку, ну, вот, посмотрим, там, на примере приложения, как его идея поддержит, там, ну, просто, вот, все автоматизировано, до нельзя. Вот, по нему много литературы, по нему уже очень большое сообщество, Stack Overflow там находится практически, там, не знаю, там, на любой вопрос находится ответ, вот, Ингаис, ну, не знаю, на мой взгляд, Spring просто изящен, когда смотришь на, изящен, вот, когда его используешь, когда смотришь на, там, вот, систему организации классов, на их, на систему их номинования, на то, как, вот, люди подумали о том, как разработчик будет это использовать, ну, мне, вот, просто приятно. Это, вот, простите, у меня, там, моя ангажированность, это, вот, типа, как девайс с Apple, да, его просто приятно взять в руки, вот, Spring, вот, мне лично, просто приятно использовать. Вот, что, простите? Ну, пойдем дальше. Значит, краткое введение, да, основная идея, положенная в, значит, Spring, это принцип Inversion of Control. Кто-нибудь знает, что это такое? Сколько, сколько людей не знают, что это такое? Да ну, бросьте. Что, серьезно? А Dependency Injection, если я скажу? Кто не знает, что это такое? Ну, те же самые, по ним. Нет, почему, вот, я смотрю, вот, два человека, так вот, Inversion of Control и Dependency Injection, в случае Spring, это одно и то же. Да, то есть, это, когда вы любой сервис, которым вы пользуетесь у себя в коде, вы используете как через интерфейсы, а реализация уже, там, подключается, вот, там, через, там, сеттеры, через конструктор, через какие-нибудь специальные методы. И сама ваша логика пользуется только интерфейсами. Нигде вот, вот этого жуткого завязывания, там, как вот через GDI, там, про которое я рассказывал, там, например, или, там, еще через какие-то настройки, его нету. Все эти настройки вынесены отдельно. Вот. Все компоненты в Spring, это, там, просто, там, джарубины. За их инициализацию отвечает Spring, и они доступны только через интерфейсы. Spring обеспечивает жизненный цикл для всех этих бинов, Spring обеспечивает поиск этих бинов и вставку их в нужные места, и позволяет очень гибкие, предоставляет такие широкие возможности для того, чтобы это все гибко настраивать. Это приводит к тому, что, как я уже говорил, код становится реально... Да, пожалуйста. Прощение, а слайды были доступны после лекции? Слайды, приложения, видео, аудио, что еще? И многое другое. И многое другое. Все будет доступно после презентации. Spring позволяет очень гибко их настроить для связи между собой, и тем самым всю эту сложность вынести из, опять же, из кода, да, вот в эту вот настройку. Значит, на картинке это выглядит приблизительно так, да. Вот есть вот некий контейнер, который предоставляет Spring. В него помещаются ваши бизнес-объекты, вот эти вот Podger, Plain of Java Objects, и в него передается некий метод данной по конфигурации. Как эти объекты между собой связаны, какой у них жизненный цикл, да, там, для кого-то там можно указать, там, а-ля, там, типа он синглтон или не синглтон, вот, там, различные настройки и так далее. Там, богатые возможности настройки. Все это тоже запихивается в контейнер, и вот на выходе получается такая готовая, сконфигурируя настроенная система, там, Spring, где, там, это называется Application Context. Из этого Application Contextа вы любой бин, который вам нужен, да, который вы хотите использовать, достаете там, ну, там тоже различные способы. Можно по имени доставать, можно там, если он реализует интерфейс, он только один, то можно его по интерфейсу достать. Вот, и вот как это выглядит в коде. Значит, вот эта вот конфигурация одного контекста. Контекстов может быть, файл с описаниями контекста может быть много, Spring потом сливает в один и получается единый Application Context. Значит, есть там... А, можно сразу вопрос? Да, конечно. Можно же контексты, и, в принципе, хорошо их разбивать, то есть, там, для Fibernet один, настройки для BINOS другой, и... Стоит вопрос, что, когда ты вставляешь контекст, он собирается, он становится как бы общим, и я недавно столкнулся, что Fibernet, допустим, не может сессию вызвать, потому что, блин, не явно для какого аббина оно вызывается, в каком контексте. То есть, создается несколько контекстов для каждого файла настройки. Я вот так вот с полпинга не отвечу. То есть, он сначала, насколько я понял, Spring, он сначала проходит к каждому файлу, для каждого файла создаёт контексты, потом собирает их все вместе. Так? Это... Сейчас ответ будет провокационная зависит от контекста. Нет, серьёзно. Как бы просто, если это для... Это настройка веб-приложения, то там немножко другая система контекстов, да? Там есть рутовый и есть контекстный серволет. Вот. А вы же ещё в контекстах, в самом контексте можете сказать импортировать другой файл с контекстом, да? Тогда, получается, там бины будут создаваться по два раза. В общем, давайте так, давайте так, как бы вот эту... Если хотите, подойдите в перерыве, мы там поподробнее обсудим. Я скажу только так, что есть такая возможность, и ей, как это сказать, можно воспользоваться как во благо, так и во вред. Можно навертеть такого, что голову сломишь, да, там, пытаясь разобраться, откуда к тебе пришёл тот или иной бин. А можно, в общем, всё там разложить аккуратненько по областям и быть перед порядком. Да, слушаю. Вопрос, а вы поднимали бы на предыдущие слова? Так. Вот, и вот, говоришь, ну, да. В каком этапе, на этапе сборки приложения оно должно быть, или это статически, или это файл, или как-то, может, и подробно это сделать? Значит, смотрите, да. Как приложение стартует? В зелёном квадратике оно стартует, а всё остальное оно статично? А я сейчас покажу на слайде дальше. Смотрите, вот этот вот XML, да, это вот как раз вот конфигурация методата. Это там, естественно, разработчик заранее заготовил. Это не меняется во время исполнения приложения? Не-не-не, в рамкаеме он уже не меняется. Понятно, да? Вот, вот тут вот объявлено два компонента, два DAO, да, аккаунт DAO и item DAO. Вот, вот другой файлик, да, уже с каким-то бизнес-сервисом. Да, вот у него есть ссылка на реализацию этого бизнес-сервиса, который реализует определённый интерфейс, именно по которому интерфейс будет обращаться. И есть вот ссылка, установка вот этих вот DAO в него. Я не приложил код вот сюда, но вот в этом WebStory Service Simple там просто сеттеры есть для вот этих DAO элементов. Да. Тогда сразу следующий вопрос. А вот, допустим, если мне надо от подных данных каких-то, да, менять, ну, мои объекты, ну, фабрика, да, сделать? Спринг поддерживает такую вещь. Нет, это будет, это будет, я прям могу как-то здесь написать, мне нужна фабрика, там, поделка, вот так. Да, можно написать специальный классик, сейчас на ходу не вспомню его название, но Спринг поддерживает эту возможность сделать фабрику бинов. Вот, и для неё можно там в конфигурации задавать параметры, она будет создавать бины, соответственно, на основе этих параметров. Там не только фабрика, да, там много партнеров, да, для самих партнеров? Да, да, конечно. Ну, там вот классический пример вот из этой книги, там, это компонент шифрования, и ему в качестве параметра передаются алгоритмы шифрования. И вот создаются бины, там, типа, шифрование по дезу, шифрование, там, по SSL, и так далее. И вот как это выглядит в клиентском приложении. Загружается Application Context, который собирается вот из этих файлов. Это случай именно для, там, скажем, ну, стендалон, там, для приложения, да. А мы будем на цимулях аннотации, мы их здесь сейчас не будем рассматривать, да? Я где-то аннотации использую, а где-то XML, вот. Есть еще способ, там, вот, есть такой компонент Spring Boot, который позволяет конфигурацию, там, на уровне аннотации, там, корневую задать. Но я не стал его использовать, я только, там, XML для, скажем так, для стандартных компонентов Spring Boot, а аннотации для, там, для своих компонентов. Вот. Значит, это, мы собираем контексты с файлов. Вот мы достаем сервис, да, в PadStory Service это уже интерфейс, это не реализация из этого контекста. И начинаем этим сервисом пользоваться. Вот. Это у нас пример, там, скажем, как это может быть в обычном, там, стендалон приложении быть сделано, а, там, через инжекторы я покажу дальше, как это делать, чтобы вот, 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 вот этого даже в коре не попадалось. Вот. Как я уже говорил, Spring это не только Dependence Injection контейнер, да, таких решений, как бы, тоже есть, там, Pico контейнер, Juice есть, Veld, JBossовский, но и еще очень, так сказать, богатый, богатый Toolkit для работы со всеми прочими аспектами приложения. У него очень мощные средства, там, поддержки, там, GPA и GDBC, набор хороших классов, которые позволяют, вот, этот boilerplate код свести к минимуму. Вот. Есть собственный фреймворк для создания веб-приложений Spring MVC, на основе его уже сделали фреймворк, который позволяет делать веб-приложения, которые работают, типа, пошагово, там, а-ля, там, заказ, там, аликционного билета Spring Webflow. Вот, Spring, вот, тоже, вот, у него одно из ценнейших достоинств, это то, что он поддерживает транзакции, и ему для этого не нужен GEE контейнер. То есть вы можете транзакционное приложение с транзакциями, с управлением развернуть на, там, основе того же тамката, в котором поддержки GTA нет. Транзакции чего? Ну, то есть, наоборот ничего. Что, простите? Работа с данными. Работа с данными. Вот, если вам нужно, например, там, ну, да, транзакция работы с базой. Spring берет ее на себя. Вы у себя, ну, я попозже покажу, как это делать, это, работа происходит там декларативным образом. Вот. У Spring хороший фреймворк для организации синхронного взаимодействия. Есть отдельный большой проект Spring Security, который, опять, тоже вот убирает, так сказать, отнимает хлеб у контейнера, у серверов приложений, позволяет реализовать там свою, свою настройку безопасности, опять же, не используя GEE сервера приложений. Вот. И очень, на мой взгляд, актуальные для Enterprise компоненты есть, это Batch и Scheduling, то есть, пакетное выполнение заданий и запуск заданий по расписанию. Вот. И хорошая поддержка аспектно-ориентированного программирования. Вот. Вот эти вот все возможности, ну, пожалуйста, с исключением асинхронного взаимодействия, мы дальше рассмотрим на примере там плюшевого приложения. Поехали. Значит, я написал такой маленький такой магазинчик «Привет, Амазону», вот, на, там, трехзвенке, база данных Postgres, сервер выдал примитивнейший Jetty, вот, там, с тонким клиентом. И функционал такой весьма небогатый, а-ля, там, выбрать, ну, зарегистрироваться, выбрать книжку из списка, там, заказать ее, и, чтобы администратор тоже мог зайти и, там, посмотреть, там, что там с заказами происходит. Ну, и реализуем функционал загрузки списка книг через бачи задания. Вот. Основано все это на такой инфраструктуре. Тут всем буквы знакомы, нет, нет нужды объяснять, что есть что. Нужно? Хорошо, объясняю. Мавин, третий, это система сборки, ну, поддержки и сборки Java проектов, вот, идея 14 Ultimate, это среда разработки, вот, PostgresQL, это subod, вот, Jetty, это веб-сервер, на котором будет развертываться приложение. Очень. А Jetty, это есть включение контейнеров серверов, ну, как TomCat или... Да, да. Ну, его можно там докрутить, чтобы у него там появились там Gen.D.I., DataSource, чтобы там развернуть можно было. Как TomCat и как там Enterprise, у него есть какое-то мышление? Там, ну, TomCat, TomEe, по-моему. Нет, Jetty, он вот здесь вот, что называется, голенький, как есть. Вот, значит, для начала закладываем основу приложения со Spring Data. Ну, ладно, это я быстро пропущу, это ни к чему. Значит, сейчас немножко кода покажем. Значит, вот у меня есть проект, состоящий из трех модулей. BookStory Domain, это, соответственно, некая, там, модуль с некой предметной областью. Ну, а Integration, это вот как раз использование Spring Batch, там, для загрузки, там, данных из внешней среды. И BookStory Web, это, собственно, веб-приложение. Вот. Есть, значит, сейчас я базу покажу для начала. Вот есть небольшая базенка такая. Вот, в ней там всего-то там... Да что такое? Ну, попробуем. Ну, молодец. В ней всего там таблиц, там, книжки, заказы на книжке, строки заказов, клиенты. И, в общем, все. Плюс, вот, все остальные таблицы, это служебные, там, их назначение я поясню по ходу пьесы. Вот. И есть набор, набор классов, которые матятся на эти таблицы, и размечены GPA-аннотациями. GPA, все знают, что такое? Кто не знает? Так. Быстро рассказываю. Знают ли... Так, те люди, которые не знают, что такое GPA, знают, что такое хибернейд? Специально для симпатичной девушки, быстро рассказывают. Это технология ORM, Object Relational Mapping. Технология, позволяющая взять таблицу в базе, взять Java-класс и смэпить одно на другое. И, который избавляет разработчика от необходимости писать SQL-запросы. Вот. Ну, скажем, в очень грубом приближении избавляет. На самом деле, конечно, надо. Он пишет их там не в SQL, а в специальном языке уже в терминах вот своей вот этой вот объектной модели. Вот. А иногда, к сожалению, и это приходится бросить и писать все-таки нативный SQL, потому что там производительность никто не отменял. Но процентов там, грубо говоря, 80-85, если повезет, то 90, ORM-фреймворк, вот, тяжесть вот этой работы с базы с разработчиком снимает. А можно вопрос задавать? Да, конечно. Вот эти объекты, они у вас один в один, короче, поляло. Да, да, да. И тут методов тебе там, и что это было? Ну, каких методов каких? Ну, нет, ну, бизнес-методов. Бизнес-методов там чуть-чуть, чуть-чуть есть. Обложенные объекты у нас будут? Нет? А вложенные, подожди, а вложенные что имеете в виду? В моем приложении есть иерархия объектов. Один может ссылаться на другой этап. А, да, конечно, конечно. Ну, вот, book это самый примитивный объект. Вот есть bookorder, который ссылается, вот, пожалуйста, на клиента. Вот. Есть bookorder line, в котором есть ссылка на book, а в bookorder есть ссылка на коллекцию, вот здесь вот, на коллекцию. На коллекцию строк. Вот. Так вот. Про ORM я сказал, продолжаю. Что такое GPA? GPA это Java Persistence API. Это вот идея хибернейт, идея этого ORM, только стандартизована и там вынесена именно как отдельная спецификация. То есть, если у вас есть GPA, там, реализация спецификации GPA, да, то вы можете взять, подключить его к своему проекту, разметить класс вот этими аннотациями и пользоваться этим как вот как ORM решением. Понятно? Можно вопрос? Конечно. Кибернейт, он сейчас полностью совместим с GPA спецификацией? Да, он, ну, версии хибернейта, там они говорят, ну, поддержим спецификацию GPA, но, естественно, у него есть свои хаки, да, там, которые, которыми, вот у нас в проектах, там, мы иногда пользовались, вот, естественно, есть свои хаки. Но они есть в любом решении, потому что спецификация GPA, там, всех деталей, до которых, в итоге, там, докапываются разработчики хибернейта, она не покрывает, вот, но со временем, вот, кстати, по-моему, видно, я сейчас, я сейчас точный пример не приведу, но вот этот процесс включения в спецификацию вот этих вот особенностей, да, и стандартизаций, он тоже есть, да, то есть, если там выходит сейчас, дай бог памяти, вот GPA 2.0 спецификация, она не поддерживала мэппинг, например, хранимой процедуры на объект, а GPA 2.1 уже поддерживает, нам недавно потребовалась такая штука, и оказалось, что та же хибернете, на которой мы сидим, она реализует спецификацию 2.0, а нам нужна была 2.1, но там перейти мы, там, не смогли к себе определённых причин, вот, то есть, а хак в гибернете был, ну, как хак, своё расширение, такое было, да, а вот GPA 2.1, я уже стандартизировал. Вот, значит, тут вот классы, надо сказать, достаточно простые, там, без, там, без какой-то особой бизнес-логики, вот, у них прописан мэппинг с средствами GPA, помечено то, что это рентити, то, что он мэппится на table, там, вот такой вот, в такой-то схеме, вот, и столбцы, вот, помечено, на какие столбцы таблицы они метятся, там, с определёнными типами, ну, и, плюс ещё, вот, это вот мэппинг 1к многим, или, там, collection, вот, это вот lines, вот, да. Попробую тему переключить зеракулы на стандартную машину. На стандартную, да, легко. Просто тут отсвечивать чёрный. Плохо видно, да? Может, прожать первый? Да. Как тёмный, так и остался. Нет, сейчас мы его, как говорится, стандартное программистское решение, надо выйти и войти. Да ладно. Видимо, это не та тема. Попробуйте, вот, волшебки, да. Там, да, такая удобная. Ну, да. То есть у него разные темы для... Телефоны он... Ну, столовцы. С первым... Ну, нет. пусть будет мурачник не хотел бы слева так О! Я нашёл это. Так лучше? Нет. Я даже не знаю. Осталось погасить свет. А так? Чёрная тема была лучше. все для вас хотите черный хотите белый так вот для того чтобы заставить заработать всю эту ахинею в рамках в рамках спринт фреймворка надо провести следующие действия создать такую вещь как вот этот спринговый контекст значит создается спринговый контекст такой вот массированной xml в нем много компонентов поэтому такой здоровый в котором описывается следующее вот например описывается bim data source источник подключения к базе данных ну вот здесь он у меня описано что называется такой там straight forward я просто написал параметры подключения и так далее реально там в продакшене конечно это будет немножко не так если вы деплоите свой сервер на даже банально на том же тамкать или даже на том же джете если это можно устроить скорее всего data source надо определять извне настраивать привязывать его к GDI и вот здесь делать уже поиск по вот этому GDI но с точки зрения кода это все равно потому что все что получит код который которому нужен data source это просто объект там реализующий интерфейс дата source ему по барабану как он будет как его контейнер достанет с GDI или там создаст вот сам через вот этот вот апач апачевский basic data source вот следующий компонент который нужен для настройки для настройки хибернейта это создание вот entity-менеджер-фактор специального служебного класса GPA вот Spring у Spring есть несколько реализаций вот этих вот entity-менеджер-фактор который зависит от того в какой среде вы будете его разворачивать но все равно для кода который является клиентским по отношению к этому компоненту он предоставляется просто интерфейс здесь вот ссылка на data source идет какой именно базой это будет в факторе управлять ссылка на компонент ссылка на пакет в котором лежат собственно entity сами да которые будут шерстить их все ну и плюс еще так как можно такой вопрос да это уже конкретно хибернейта больше касается мы даем только сканируем только entity то есть всякие там сервисы дау объекты это след это следующий этап я сейчас про него тоже расскажу но мы сюда их включаем это следующий этап мы же здесь конфигурируем именно entity manager factory именно вот самого gpa решения вот мы ему что говорит смотри берешь вот этот data source берешь вот этот пакет там лежат entity видите вот для них делают entity manager factory да да а как они здесь указываются через запятую я не помню там либо вложенный тэг либо через запятую ну это у spring это по поводу подключения пакет по поводу там единым компонентом реализуется он везде вот ну и вот тут уже собственно идет настройка самого хибернейта самого хибернейта и то что хибернейт подключается подкарствую диалект вставляется правильно что он с ней работал и в результате что получается в результате небольшой листик написал который позволяет в которую вот этот вот entity-менеджер gph просто инжекция через аннотацию а как за счет чего он инжекция за счет того что тест расширяет наследован вот специально спрингового специально спрингового класса которая поддерживает создание модульных тестов с использованием своих контекстов вот абстракт тест нг спринт контекст тест вот тест настраивается с помощью вот этих вот аннотаций контекст configuration который указывает расположение файла с тестовым контекстом да и там настройка транзакции если вы там у вас тест например делаете такую вещь как там у вас разработческая схема и тестовая схема это одно и то же одна и та же схема я вообще хорошим это должны быть разные схемы то крайне желательно естественно базу тестовыми данными дни не мусорь и серьезно смотря что если там могут же быть какие-то особенности связанные именно с базой вы если вы хотите протестировать потом я не знаю если это тест какого-то там внешнего сервиса естественного лучше там замочить даже не лучше вам раздеваться некуда это будет мог вот если этот тест там который потребляет какой-то большой объем данных для него нужно подготовить может быть действительно да лучше мог он ну то есть зависит от вот есть еще вариант использовать там разные базы типа там для продакшена там например тот же постгресс а для тестов там какой-нибудь memory типа вот h2 там поднять в памяти но тут можно нарваться я вот сам не раз нарвался на типа несовместимости потом не знаю по типам данных например да то есть тест срабатывает на h2 когда функционал переносишь на продакшен там слетел из-за того что там типа разницы у нас сейчас здесь в тестах ссылается на антит менеджер который создан в контексте для продакшена да и получается он использует ту же самую базу данных или здесь он подменяет ну вот сейчас да сейчас да но вообще вот у меня тут ссылка именно на тест домейн контекст да которые нагло наш первоначальный домейн контекст импортирует вот тут мог один добавил но никто не мешает взять тот же самый антит менеджер сконфигурирует здесь и направить его на базу которая у вас на является тестовой и значит антит менеджер мы сюда благополучно клокнули и там можем писать там с использованием его теста банально сделать какой-нибудь там квайри там выбрать там список там книжек наших посмотреть что он не пустой вот это что касается подключения самого джипа а теперь я бы хотел поговорить о такой вещи если вы будете вот так вот писать логику получается следующая штука вы привязываетесь по сути на конкретную на конкретную технологию работы с базы с данными базы на конкретную технологию работы с данными у себя просто гвознями прибивайте что я использую джипа с одной стороны там это вроде как бы ничего но с развитием проекта может получиться такая вещь что скажем часть данных вам нужно будет мигрировать там например другую базу данных сейчас же достаточно популярны такие вещи как она искали решения или какая-то часть данных у вас будет там получаться извне там по каком-нибудь там веб-сервису да там по ресту будете доставать вот иногда получается приложение надо там достаточно серьезно перерабатывать это один момент второй момент это то что фактически все что будут делаете с данными ну вы можете сделать все что угодно да вы можете там сохранять записи создавать новые там удаляет изменять и так далее вот когда там проект ведет там достаточно большая команда разработки или даже несколько команд разработки это тоже не очень хорошо да если скажем одна команда занимается там доменной моделью другая занимается там скажем какие-то бизнес там бизнес сервисом там или логикой приложения и они получаются если им давать вот в руки именно вот вот эти тиманаджер если узнать что они там воротят там могут возникнуть среди там колитисы того что люди воротят ну люди обращаются с данными небрежно вот и чтобы вот все это безобразие как-то разрулить мы используем такую вещь как шаблон репозиторий читал книжку эрик айванса domain driving design есть люди не читавшие ага отлично семинар проходит семинар пройдет не зря конечно да и надеюсь импортозамещение например не часто но последний раз недавно но тема импортозамещения например она делает этот вопрос актуальный например а вообще на какой версии хибернэйта работает и сприндэнт давайте потом подойдите я скажу мне не жалко просто сейчас надо залезть в проект и посмотреть я так на как говорится все константы не помню spring 41 чего-то там хибернэйт не помню сейчас скажу вот кстати вот вопрос вот этот вот по поводу смены база да сейчас сейчас скажу три раза и оба раза это было кровь ужас жуть и так далее на самом деле использование джипа эту проблему конечно тоже решает если вы не используете в сильно не завязывайтесь на особенности базы на самом деле джипа это тоже можно сделать там есть найти в куэре возможность да то в принципе джипа это и кранирует какая ему разница там здесь таблица там таблица там может быть там немножко с типами данных какие-то какой-то шаманс ты сделал да если база данных уже я имею ввиду там другого класса да конечно совсем совсем другую калинкор так вот а немножко уличной магии с помощью шаблона репозиторий этот шаблон что предполагает что доступ к данным осуществляется опять же через строго определенный интерфейс да вот вся вот эта вот джипа джипа механика закрывается определенными классами которые делают определенный интерфейс и в рамках этого интерфейса вы уже соответственно ограничиваете доступ к данным так как вы считаете нужно да например можно сделать там доступ там не знаю справочник только редонли например да вот можно там разрешить искать по определенным атрибутам запретить искать там по другим атрибутам вот и клиенты соответственно общаются с данными только через этот интерфейс вот для реализации этого шаблона в спринге есть очень удобная вещь компонент такой спринг дата который позволяет что называется не приходя в сознание не написав ни единой строки кода получить все эти бонусы значит как это делается вот у меня есть уже заготовленный репозитория например вот бук репозитория это просто интерфейс который расширяет там определенный интерфейс спринге да такой типа метки вот ну нет на самом деле типа метки в нем методы то есть он насыщенный вот и в нем определены тоже там какие-то дополнительные методы которые там например find by title by title это там соответственно поиск по названию книги title это атрибут у книги был да они следуют эти методы следует определенным naming conventions вот можно создавать custom методы такие которые там в терминах того же вот этого hql или там не hql или jpql описать вот и в спринговом контексте описывается вот такая конструкция ну там во-первых создается transaction manager потому что спринг-дата требует использования транзакции вот и создается указывается вот такой вот тег в котором ну это создание вот этих вот jpa репозиторий в автоматическом режиме ему указывается пакет с репозиториями указывается entity manager factory да и указывается это transaction manager все дальше эти репозитории можно инжетить как обычные спринговые бины например вот так вот да и использовать интерфейс этого репозитория вот кстати у него например те методы которые есть вот find это мы то что определили и вот там внизу идут уже стандартные методы это вот крут репозитория можно определить репозиторий там более строгий с меньшим количеством методов вот я вот ни единого куска кода там для этого не написал да спринг сам во время там во время работы подставляет нужную реализацию и осуществляет все эти там осуществлять все подставляет реализацию всех этих методов вот работа с ним в ходе показан да можем найти по названию можем создать новую entity и через репозиторию сохранить да можно найти по названию а вот можно найти предикатку какую-то да 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 на уровне баз в итоге все это будет преобразовано в итоге все это будет преобразовано в джипажный запрос который соответственно развернется в SQL а ну спринг а то сейчас нету там есть такая вещь как еще один тоже хороший шаблон из той же домой драйвный дизайн это спецификация там да да там еще такой момент вот да надо было мне его показать сейчас может попробуем просто вот этот find by data или get by title это все приводит к тому что get by title get by что-то еще get by что-то еще и в итоге это будет расставить у него нету вот есть я понял да значит тут ситуация какая есть следуя naming conventions можно написать совсем простые методы типа find by title and author да там и два параметра привязать спринг это понимает можно написать вот такой query как я там показал вот а если нужен совсем уже забубенная логика с как вы сказали там сложными с подзапросами со сложными условиями а с группировкой группировка это уже если с группировкой я бы делал отдельный метод через query скорее всего вот это не про спецификацию спецификация это именно интерфейс для поиска объектов объектов к которым относится репозиторий то есть если это репозиторий там для книг то это спецификация для поиска книг вот вот интерфейс спецификация который есть в spring data да вы берете пишете свой класс с этой реализации и вот тут вот с помощью стандартных классов jpa критерий query критерий builder можно построить там запрос как говорится любой сложности которая доступна jpa вот и потом в репозитории просто там передаете например find all там и экземплярованную спецификацию вот плюс еще плюс еще есть такая возможность вот каю если я не поленился не подключил а надо было jpa метаданные использует генератор метаданных jpa в кибернете есть такой компонент который это тоже входит jpa спецификацию а в кибернете представляет его реализацию в кибернете есть компонент который на основе вот этих вот jpa entity генерит класса со статическими полями с именами свойств этих entity ну то есть если у вас будет класс слушай боевой код можно показывать? ну по правой нет показать можно что не ну там не знаю сейчас там NDA сработает меня да срочно срочно вы знаете боевой или рабочий все таки а у вас в бою не рабочий есть? ну он что-нибудь всегда не работает просто обычно боевой и рабочий тогда можно вот есть например есть например класс вот такой аккаунт аналитический счет ну как же я давно сюда не заходил боевой и не рабочий нет не обновленный просто а ну вот то же самое entity размеченное на таблицу там и так далее и так далее да и вот для него есть нагенеренный класс вот такой вот со всеми его пропертями и этот класс можно использовать спецификация это дает проверку это не та спецификация ну вот ладно ту спецификацию найти не получается а да вот есть это дает проверку свойств вот этих вот имен свойств во время компиляции все у вас не получится написать неправильными свойствами получить ошибку в рандайме плюс типизацию опять же если вы пишете вот здесь вот конструкцию например там вот здесь вот вот эту вот спецификация там слоем ent или там три иквола если вы пишете вот здесь вот сравнение одного поля с другим да там филиал аккаунта сравниваете у вас не получится сравнить филиал аккаунта например со строкой он будет сравниться именно с классом филиал аккаунта а ну с объектом с объектом класса хотя на самом деле а у вас вы не должны быть и пулс хэш-код и он будет сравнивать соответственно нет вот так так как тут лентите именно так и тут энтен будет поедишнику сразу ну то есть запросе это реально будет отображено что именно поедишнику так как вот тут поле там аккаунта там branch не так ссылка между собой там за запрос это именно будет как обращение по франке преобразованы так все срочно срочно закрываем вот это что касается шаблона репозиторий штука очень полезная вот как я уже сказал там у нас недавно был кейс там миграция с одной базы на другую вот даже там более того у нас получилось так что часть базы часть базами была мигрирована на одну свободу а часть осталась на старой вот для приложения там с помощью небольших ухищрений практически ничего не поменялось код как был бизнес логика сама была в терминах репозиторий да и работа с репозиториями тогда она и осталась честно я не считал средненькое такое средненькое нет а какая разница большой или небольшой если большое приложение все написано вот в этих терминах большие большие циклы у вас картинка была в начале со слонов да 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 если вот эта вот картинка где-то месяц да 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 то чем больше приложение тем больше костыли тем больше команда менялась соответственно ну понимаете да и тем больше вероятность того что вот такого вот хорошего типа там я на конфигурацию поменял и оно все само ну конечно возможно такое нет ну в данном случае вот про которую я рассказываю да приложение не сильно большое и достаточно молодое вот оно там в банке прожило там ну недолго вот и и и и что еще могу сказать тут все зависит да как повезет если там как бы руководитель и там тихлид там будут проводить свою какую-то более-менее жесткую линию да там следить за код ревью там делать ну то есть если зарядкой будут все заниматься и вести здоровый образ жизни то есть шанс ну слушайте ну опять же нет серебряной пули правильно все еще ее все еще нет так оп да ну и следующее я хотел показать просто как вот эти репозитории используются в уже собственно там скажем в каком-то бизнес логике есть какой-то там сервис по созданию по созданию по созданию вот этих вот заказов и книжек вот в него опять же эти репозитории инжекция как обычные спринговские бины и нормально используются вот вот а транзакции как связаны с сприндатом то есть они на транзакции методов в итоге то есть если вы хотите дай объекты с транзакцией где ну транзакцион менеджер ему там требуется на входе да без него он работой отказывается вот ну скорее всего просто кажется нет репозиторий оборачивается в транзакцию и проводится если нет нет не оборачивается то есть вот сейчас покажу тут есть транзакционный именно бизнес метод да 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 и в нем используется там репозиторий security сервис там тоже репозиторий используется вот и как бы и тот и другой репозиторий они работают именно в одной транзакции никто свою не создает если если конечно я так понимаю для репозиторий вообще можно написать кастомную имплементацию да вот этот интерфейс его там можно хорошо расширить там именно мы здесь пометили метод сам как транзакция поэтому здесь они в одной участвуют а если доставать просто из репозиторий наверно оборачиваться смешно зашариться они по умолчанию то по умолчанию транзакции посмотреть нужно наверное в реализации посмотреть самовая репозитория да он да он так и есть он транзакция наверное без транзакции на да есть вы хотите какой у нас какой надо тоже без транзакции эй так ну со сприндата в принципе есть еще вопросы? нету? поехали дальше так сколько у нас уже час прошло штука которая мне очень понравилась print batch значит тут предыстория какая никто в реальной жизни не собирается заполнять справочники руками ну так скажем грубо никто какие то конечно будут заполнять вот если это очень большой справочник то он где то уже есть то у пользователей реально там у особенного сопровожденца систем да отдельная категория у них возникает непреодолимое желание чтобы этот справочник попал к вам в систему откуда то извне более того если этот справочник более менее регулярно обновляется то вам будет нам нужно будет написать какой то соответственно инструмент по его обновлению как только вы этот инструмент напишите еще секунду как только вы инструмент этот напишите то вас попросят сделать чтобы это все эти там все эти задания можно было перезапускать отслеживать чтобы они там терпимо относились к ошибкам да чтобы там при одной неверной записи не это самое не угробили все 99 успешно загруженных и так далее вот это все достаточно типовые моменты которые возникают при решении таких задач вот и я сам руками писал и там видел как там товарищи руками писали подобные инструменты фрейморки там более менее развиты для таких вещей вот но SpringBatch сотрудничество с Accenture разработали ой SpringBatch сотрудничество с Accenture разработали такую вещь как SpringBatch инфраструктуру для запуска пакетных заданий вот там в идеальном случае там все что потребуется от разработчика это написать логику по извлечению данных трансформаций их и записи собственно в саму базу данных а тут все инфраструктурную составляющую параметризацию заданий повторный их запуск их мониторинг там это все берет на себя уже соответственно SpringBatch вот как это приблизительно устроено корневая сущность этого решения это соответственно job задание пакетное которое может состоять из нескольких шагов да там сочетание файла переложить в базу взять из базы например приложить в очередь сообщений вот и на каждом шаге для него определяется соответственно стратегии для чтения данных стратегии для преобразования данных стратегии для записи данных все это весь этот процесс он хранится в неком персистентном хранилище ну там по умолчанию то в базе и доступ к нему осуществляется с помощью вот этого job репозитория да там опять же появляется репозиторий вот этот job репозиторий он доступен как спринг бин можно самому взять его заинжектить свое приложение написать некую обертку которая там скажем позволит там ну там мониторить те же самые задачи повторно это запускать в общем управлять ими как-то останавливать там отслеживать выполнение на каком они шаге и так далее вот как эта механистика вся происходит изначально есть сама конфигурация джоба и есть такое когда на вход это ну на вход движку спринг бачи подают некий набор параметров да например вот там джоб там по завершению опердня ему передают на вход собственно дату завершения опердня все это вместе составляет экземпляр джоба да джоб инстанс это закрытие дня 5 там 5 мая 2007 года вот и они на тот же инстанс может быть запущен несколько раз ну или не может быть если ему это запретили конфигурации вот там скажем он там зафейлился вы там что-то в базе подкрутили и еще раз сказали там этот джоб инстанс давай еще раз по старту у него появится новый job execution вот а в случае с шагами это все раскладывается ну соответственно для каждого шага да там для каждого job execution есть набор step execution это исполнение шагов в составе этого job вот немножечко загрузим книг в нашу базу сейчас база пустая могу так сказать продемонстрировать я ее трепетно вычистил хочу еще раз да баг пустая значит как это выглядит вот модуль bookstore integration есть отдельный свой контекст вот справочник книг который мы будем грузить из csv я там скачал его с какого-то там с какого-то книжного магазина вот вот контекст для настройки импорта книг из вот этого файла значит первое что определяется это мы втягиваем сюда вот этот наш домайн контекст из того проекта вот нам оттуда понадобится data source мы подключаемся к той же базе и transaction manager вот это настройка вот этого job репозитория да хранилище для хранилище для спринбача куда он будет свои данные по job записывать вот тут вот в базе вот есть таблицы с префиксом базе job который все это спринк сохраняет а вот собственно конфигурация самого job да то есть мы указываем job репозиторий параметр что там можем его перезапускать и конфигурируем один шаг ну у нас один будет а да нафигурируем один шаг указываем какой бин у нас является читателем да какой кто записывает и вот интересный параметр commit интервал это соответственно через сколько через какое количество записей реально произойдет комит базу после каждой записи комитить это создается база треснет по дефолту по моему именно после каждой можно вопрос да конечно таблички заранее то есть создавали для аппатч да я таблички эти заранее создавал зарабатываю ну какое-то приложение и я должна заранее дознать какое количество табличек мне понадобится а если использовать хабернет у него есть во время загрузки апдейт он проводит по всем транзакциям и создаёт все базы данных да да кровавый интерпрайс очень не любит таких вещей нет чтобы что то это само автоматически создало базу для теста для начала запускаем для начала да но на самом деле со скриптбачем тут всё проще у него в составе дистрибутива есть скрипт который создаёт эти таблицы и там набор скриптов для всех популярных баз он имеется я вот просто вот эти таблицы именно этим скриптом и накатил вот у нас это тоже золотая мечта такая чтобы мы что то автоматически там взяли накатили на базу но никто такого не даст дайскрипт дайскрипт мы его посмотрим таблицы они стандартизованы да вот эти вот для батча ну они как то там можно кастомизировать префикс для них по моему а так вообще ну вот префиксы названия да они стандартизованы структуры внутри да ну можно написать свой джо препозиторий да со своими таблицами пожалуйста тоже вот опять же плага было решение где-то вопрос я видел там кто-то рукой махал да а вот здесь написано что вот надо как бы брать вот здесь вот и власть ее именно в этом поле а сейчас да я сейчас открою вот тут вот есть ридер которому вот параметр ресурс указывается я честно говоря уж тоже тут немножко схалтурил и просто вот файл что называется ложится вместе с приложением ну в продакшне конечно там надо будет указать какой-то ридер немножко по изощрению написать который там этот будет файл тянуть там из того места куда он будет выкладывать вот а вот как они выглядят а и вот тут writer еще есть соответственно да, который это все то есть декларативно да, задается не надо еще писать программировать нет 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 чуть-чуть чуть-чуть программировать придется ну а че ж так тогда плохо зачем программе как простая задача надо программировать сам ну правда Вы можете программируете все руками туда жить А, в смысле, ССВ-шник положить ССВ-шку загрузить в табличку Ну, это была проще задача То есть, зачем программируют Вам не кажется, что это минус, это прям вот Я бы сказал, что это Отнесся, пожалуй, к минусу Этого приложения и своему минусу Что я пленился сделать более сложную задачу Это для демонстрации Для демонстрации компонентов А вот в интерпризе Вы что используете? Точнее, для чего вы используете батч Слишком поздно мы про него узнали Пока еще не для чего Но как только представится случай Задержки не будет Еще, можно дать вопрос? Да Вот этот саму к себе батч В контексте чего он работает? То есть, он в контексте вашего приложения работает? В контексте какого процесса? Когда он запускается? Его можно запустить руками Ребят, я сейчас покажу Давайте я сейчас покажу И проверяется по дворим Вопрос о том, как размещается Куда чего положить Вот этот вот ридер Вот тут он использует стандартные совершенно сприндовские классы Вот это вот делимитедлайн токенайзер В принципе, вот эту конфигурацию всю Ее можно было бы забабахать в тот же самый xml Я ее просто тут в код вынес А вот этот бин То есть, вот тут перво определяется токенайзер, который строку разбивает на символы Потом определяется компонент, который, собственно, мэпит Вот эти вот разбитые компоненты мэпит на поля бина Вот у нее тут target type, book class Вот И тут, так как Пришлось написать именно для дабл поля Пришлось написать свой маленький конвертер Он сюда в custom editors подпихивается И, собственно, еще, да И вот стандартный мэпер настраивается Которым этот токенайзер передается И там вот fieldset мэпер То есть, как разбить строки Как их отметить на поля бина Все Ну и вот этот вот Маленький тривиальный класс Который парсит там Дабл из того формата, который там в файле лежит Вот Это reader А writer А writer у нас Writer у нас использует вот этот вот book-репозиторий Ему на вход передается коллекция книг И он проверяет, что там Ну, понятно, проверяет по названию, что такая есть Если есть, то апдейтинг Если нет, то представляет Как-то так Запускается это все Через Я это запускаю Запустил вот через обычный класс Ну, в смысле, как обычный Джелл Стандалон приложение Вот Достал контекст Достал из него бин Вот этого вот же планча И сказал ему Давай там, работай Да Это следующий компонент Все собираем по кирпичикам Вот Ну, по идее Вот, как бы Контекст мы можем там В рамках того же веб-приложения Да, поднять И С помощью вот этого Получить этот же планчера И сделать там Веб-интерфейс Для запуска Да Прочитать, записать Плюс у него там еще Есть более там Гибкие настройки Когда там Типа там Писать там, например Несколько потоков Да Читать там Раскидать задания Между этими потоками Да Вот там Пристартануть заново Задачу конкретную Там Узнать результаты ее выполнения Через вот это Джо-препозитория Вот Такая вот Инфраструктура На вещи появляется Вот Так Надеюсь Она меня не подведет Много красных букв Бабах О чудо Все книжки Прогрузились в базу Вот Я думаю перерыв Мы уже где-то Час двадцать Бьемся А? Час пятнадцать Час пятнадцать Да Ну по-моему немало Если есть вопросы Смело подходите Так Так Продолжаем Нашу Обсуждать Нашу адскую машину Значит Теперь немножко о том Как То что там Было накожено Домене Выставить наружу Значит Для этого Я там использовал Такую вещь Как Spring MVC Model U Controller Фреймворк На основе Спринга Который позволяет писать В приложении В одной картинке Это вот Выглядит вот так Спринг предоставляет Некий Front Controller Который конфигурируется Все том же Все том же Контекте Спринга Который Можно Занжетить Все те же Самые Бины Которые Мы определили Ранее К этому Front Controller Подсоединяются Такие компоненты Как Контроллеры Уже По каким-то Конкретным Аспектам Приложения Например Контроллер Который Отвечает За обработку Заказа Или контроллер Который Отвечает За административные Какие-то действия Который С этим Front Controller Обменивается Моделью Модель Это Термин Стринга Это Не та модель Которая У нас Предметная Область А Некий Набор Данных Который Гуляет От клиента На сервер И обратно И Также К Front Controller Подключается Такой Компонент Как View Resolver Который Позволяет Очень гибко Настроить Технологию Технологии И Используемые Механизмы Отображения Собственно Клиентских Страниц Можете Там Возможность По настройке Достаточно Широкие Можно Какую-то Часть На GSP Рендерить Какую-то Часть На Каком-то Велосити Какую-то Часть Рендерить Для Мобильных Приложений Какую-то Часть Для Десктопов Это Настраивается И Все Это Существует В Каком-то Серле Тенжин Например Катя В нашем Случа Джей Можешь Вопрос Почему Я не Слышу Твой Четный Голос Паланка Подожди Пожалуйста Тут Как раз Картинка Изображающая Архитектуру Контекстов Спринга В приложении А теперь Отлично Архитектуру Контекстов Спринга В приложении В силу своей гибкости Спринг Предоставляет Возможность Настроить Аж несколько Диспатчер Серулетов С различными Какими-то Политиками С различными View С различными Динами И так далее И для них Можно задать Некий Рутовый Контекст Или несколько Рутовых Контекстов Которые будут Доступны Всем этим Серулетам И в эти Рутовые Контексты Помещаются Как раз Объекты Из предметной Области Сервисы Репозиторий И так далее И для каждого Сервлета Соответственно Есть свой Контекст Которым Настраиваются Его контроллеры Его View Золгер И Который Подключается Вот этот Самый Рутовый Контекст Вот Сейчас будем Значит Не то чтобы Собирать Нашу Виквину Сейчас я Буду показывать Вам страшные Пуски кода Как это Все Вызгодит Приложение Конфигурируется Для начала Все в стандартном Дескрипторе WebXML Вот с помощью Такой конструкции Задается Как раз Набор Рутовых Контекстов Которые Доступны Всем сервлетам Подключается Специальный Специальный Компонент Который Подвязывает Спринговые Контексты К сервлет Контексту Чтобы они Были Доступны В приложении И конфигурируется Сам Собственно Диспатчер Сервлет Ну у меня он один Вот По умолчанию Если вот здесь Никакого контекста Не указано Спринг там Ищет контекст сервлета В файле с именем Вот Который вот Сервлет Нейм указан Спринг МВС Там Спринг МВС Сервлет Вот этот Контекст Для этого сервлета Значит Что тут Что тут Понаписано Значит Первое Вот Это вот Задан Бил Вот этот ViewResolver Который Указывает В каком Ну В данном Случа Он указывает Что у нас Viewхи будут Это JSTL И лежат Они там И вот Их имена Будут составляться Следующим образом Префикс У имен Будет JST Папочка А Окончание Это Точка JSTL Как именно Получается Имя самой Viewхи Я там Покажу В самом Коде Вот И Еще тут Интересная Конструкция Это Вот этот Компонент Scan Это Конструкция С помощью которой Spring Сканирует Вот этот Определенный Пакет И находит Там Контроллеры Классы Которые Помечены Специальными Аннотациями Это К вопросу О том Как можно Конфигулировать Спринговый Контекст Спринговые Бины Их Можно прописывать Вот так вот В XML Файле А можно Прописывать С помощью Специальных Аннотаций Например Пурчейс Контроллер Такой у меня Тут есть Пурчейс Контроллер Который Размечен Вот Аннотацией Контроллер Но с помощью Той конструкции Компонент Scan Спринговые Строи Контекст Он Заходит В этот Пакет Находит Там Этот Класс Помеченный Этой Аннотацией И Создает Его Именно Как Спринговые При этом Инжектит В него Все те Компоненты Которые Этому Контроллеру Требуются Вот И Теперь Про Логику Самом Контроллере Логика Реализуется Созданием Методов Которые Для Которого Для каждого Метода Прописывается Request Mapping То есть Это часть Урла Контроллер Он Скоп У него Соответственно Запрос Стоит То есть Запрос Создаваться Новый Контроллер Обрабатывается Да А зачем Это Если Сделать По умолчанию Да То есть Синкар Синкар То Тогда Надо Синхронизировать Просто Методы Я Я Возьмем Вопрос Почему Контроллер Такая вещь Основополагающая Кажется Кажется Создавать Каждый Запрос Ну Как Создавать Что Значит Основополагающее В нем В инициализации Ничего Такого Нету Давай Вот Я Не могу Сейчас Дать Твердое Обоснование Почему Я Так Сделал Я Только Помню Что Когда Я Делал Это Я Нашел Хорошую Причину Для Того Чтобы Поставить Скопс Давай Я Посмотрю Можем Потом В переписке Это Выяснить Сейчас Квалифицированно Ответить Не готов Я Помню Что Это Было Сделано Не Зря Вот К К К К К Я Попозже Пропонент Именно Со Скопом Session Та же Самая Корзина Значит Как Как Создаются Размечаются Эти методы Для Каждого Метода Пишется Request Mapping То Та Часть Перла В которой Контроллер Будет Определять Какой Метод Вызвать Вот Для Него Пишется Где-то Где-то Пост И В Метод Можно Запихивать Параметры Которые Будут Там Опять же Там Из URL Которые Будут Доставаться Из Запроса Вот И Эти параметры Соответственно Чем Образом Размещаются Здесь Можно Пометить Что Параметр Обязательный Если В методе Будут Не Будет Будут Спринг Выкинет Ошибку А Возвращает Значит Возвращает Этот метод В данном Случае Он Возвращает Конструкцию Model Inview Это Спринговый Класс Который Сочетает Сочетает Себе Имя View Вот Здесь Вот Здесь Когда он Создается Это Имя View Это Указывается Да И плюс Еще В ходе Выполнения Своей Логики Некой Он В этот Model Допихивает Соответственно Объект Который Там Нужно Будет Использовать При Рендеринге View Вот Здесь Значит View Называется Select Books И Пометуя Вот О той Конструкции Нашей Конфигурации Да Там С префиксом К суффиксом У нас Вот Здесь Есть Можно Найти View В приложении Да То есть Это Страница GSP GSP Select Books GSP Я тут Немножко Еще Добавил Значит Bootstrap Поставил Поэтому Здесь Всякие Вот GQ И Прочие Неверные Вещи Присутствуют Вот И вот Собственно Как выглядит GSP С использованием Этих Тех Конструкций Которые Мы В View Передали Да Вот здесь UserInfo Есть Есть Вот Этот Вот Есть Вот Этот Вот Generous Это То Что Мы Здесь В контроллере Получаем Через Репозиторию Да И В модель Запихнули Вот Есть Есть Вот Таблица С Книжками Которая Достаёт Таблицу Книжками Разрисовывать Причём Тоже К вопросу О поддержке Инструментальными Средствами Обратить внимание Спринг Вот Вот Такие связки Проставить О, не Спринг Как футкнуто Идея Идея Проставлять Вот такие связки Между Всеми Этими Параметрами Очень приятная вещь Ну вот Сейчас мы сюда Пустим Аллах Вот Вот наша Вот эта Сранечка Средбук GSP С погрузкой Данных Вот Если На неё Там Ещё Внимательнее Посмотреть То Вот Есть Ссылки На Экшенов Контроллере Вот Ещё А Ну это больше Тема безопасности Это я чуть похуже По поводу Параметра Какие могут быть Параметры В описании Медода Так, ну я про это Рассказал Есть ещё Есть ещё Такая Возможность Как реализовать Корзину Это Использовать Компоненты Со Скопом Сэшен Вот Объявлен Объявляется Для него Интерфейс И там Объявляется Для него Сейчас Секунду Для него Существует Реализация А можно Вопрос По поводу Скоп Сэшен А если У пользователя Отключены Куки То Соответственно Сессия Не сможет Создаться Сессия Создается Она Дописывается В Куки Отправляется И соответственно По ней Отслеживается Ну да Один из механизмов Есть ещё Там Насколько Помню Там Выбор Это Можно Записывать Сэшен Сам Разруливает Просто Я С этим Чем Бал Не Не Вопрос Уже Контейнера Поскольку Я понимаю Спринг Просто Поцепляется В эту Инфраструктуру Сэрбэк Контейнера И как бы Сессию Получает Из него А уже За создание Сессии Развлечает Контейнер Вот Здесь Можно Создать Сессию Создает Сам Спринг Когда Через Реквест Делаешь Гер Дисешн Да То В Спринге Соответственно Есть Сэшен Лист Который Создает Буки Записывает И возвращает Таким образом Сессию Айди Сессия Когда Вы спрашиваете Сэрбэк Я при этом могу Спринг не использовать Вот У меня Кстати Тут Где-то В GSP Даже Есть Такая Конструкция Ну Это же у нас Через Сэрбэк Вью Все равно А Это Резолвер 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 Вью Резолвер Отвечает Только За Этот Самый А Хотя Да Там Он Через Себя Пропускает И Модель Передает Мы Глубоко Завязаем Предлагаю Это Все В Честном Порядке Можем Сесть И поговорить Просто Сейчас Можем Зарубиться На эту Тему И начать Следовать Но у Нас Еще Там Три Темы Помимо Этой Так Что Нам Дальше Хотел Рассказать А Про Корзину Про Корзину Про Корзину Я Рассказал Да Про Корзину Корзина Оформлена Просто Как Обычный Спринговый Бин Точно Такой же Компонент С Именем Scope Session Точно Так У него Инжектируются Все Необходимые Для Работы Репозитории Сервис И так Далее Ну И там Какая Логика С ним Осуществляется Вот А в контроллер Контроллер Он Минжектируется Так же Обычно Как и Так же Обычно Как и Типенговый Вот Ну и вот В работе Там Это Так Вот Содержимая Корзина Шоу-карта Код Который Раскладывает Содержимое Корзины В табличку Ну и Опять же Там Бизнес-сервисы Тоже Подключаются К контроллеру Как Обычные Спрингловые Бины Да Вот Bookorder Сервис И Спокойно Там Себе Используется Здесь Мы Соответственно Берем Из корзины Содержимое И передаем Сервис Для Формирования Заказов А потом Соответственно Возвращаем View Которую Из Другого Метода Другую Логику Отображения Используем Да Это Для Для того Чтобы Что-то С Респонсом Сделать Это Надо Этот Самый Респонс В качестве Параметра Метода Указать В контролере Да И Спринт Автоматически Туда Все Нужное Подставляет И там Твоя Воля Творить С помощью 1000 Так В принципе Вот По Спринт МВС Что называется Галопом По Европам Все Тема На самом Деле Конечно Большая Туда Закопаться Можно До Основания И Очень Много Времени Там Провести Я Согласен Судя По вашим Вопросам Столько Всех Моментов Есть Но Что Звучит Краткий Обзор Вы Используете Аннотацию Injet Это Анотация G-Service А Для Спринга Altowire Лучше Использовать Там Рекомендуется Там Он Оптимизирует Как-то В Минам Лучше Работает Да Тут Такой Момент Немножко Внутренней Кухни У нас Такая Война Между Группами Алой Белой Розы Идет Я Из Группы Спринга А Есть Группа G-E-E Группы Котор Контроллер Помещается Не компонент А контроллер А контроллер Это Спринговская Аннотация Сейчас И В жизни При Обычной Разработке Мы все-таки Используем Injet Потому что Там Нет еще Четко Установленной Платформы Для разработки Если что То Хотя бы Нам это Переделывать Не нужно будет Вот Поэтому Здесь По привычке Здесь просто По привычке Injet Я в курсе Сами же Спринговцы Декларируют Что хотите Используйте Injet Хотите Используйте Автовай Работает Это так Нормально Просто Ну Я понимаю Для своих Оптимизировать Если настроено Как Автовай В чем Заключается Оптимизация Не знаю Вот там В этой Как раз Да Понятно Так Вам слишком Не подарили Вы ее Женщик Поняли Так Следующая тема Spring Scheduling Вот это Вопрос В том Роман Задавал Вопрос Как мне Запускать Задачи Как мне Запускать В расписании В Spring Есть Подготовленные Компоненты Для того Чтобы Джабы Или там Какие-то еще Задачи Которые Вы напишите Запускать По Расписанию В принципе Как бы Есть Уже Там Готовые Тоже Инструменты Это далеко Не Навье Есть Тоже Quartz Scheduler Есть JDK Таймер Таймер Стандартные Но Раз уж Если Там Делается Приложение На Spring Почему Не Воспользоваться Уже Тем Что Режит Под Рукой Вот Spring Прилагает Всякую Возможную Гибкую Настройку Исполнения Этих Задач Асинхронный Запуск Синхронный В один Тред Запихивать Несколько Тредов Управление Пулом Тредов В каком Порядке Все Будет Исполняться И Настройка По Расписанию Просто Обычно Периодическое Расписание Запуск Каждые Десять Минут Или Настроить Крон Выражение С помощью Ну и плюс Еще Он поддерживает Такую вещь Как Это уже Чисто Спринговская Фишка Насколько Они пишут GSR На эту тему Есть На тему Тригеров Но Пока Что Официальной Реализации Нет А в Спринге Уже Свои Тригера Написали Можно Описать Некое Событие Как Тригер С помощью Специально Спринговской Фишки И Соответственно Задание Будет По нему Всполняться Вот Сейчас Покажу Как Настраил Расписание Для Нашего Приложения Значит Вот То О чем Спрашивали Сделаем Задание Для Сбора Общей Статистики По Заказам Допустим Раскрутились У нас Заказы Просто Бешеным Потоком Идут И Надо По ним Собирать Некую Такую Сводную Сводную Информацию Типа Сколько Заказов На какую Сумну Чтобы Главный Менеджер Держал Руку На пульсе И Сбор Этой Статистики Будет Происходить По Расписанию Мы Покажем В Веб Интерфейсе Значит Для Этого У нас Есть Такой Сбор Сервис Который Есть Два Метода Собрать Статистику И Получить Статистику На Дате Следы Отладки Плюс Я еще Тут Хотел Показать Ну Тут В принципе Все Стандартно Там Сделали Там Select Count Посчитали Там Сделали Select Сам Посчитали Вот Я тут Еще Хотел Показать Такую Вещь Как Работу Спрингас С GDBC С GPA Уже Там С База Как Он Может Работать Через GDBC Есть Очень Удобный Класс GDBC Темплейт Плюс Еще К нему Некоторая Обвязка В виде Классов Которая Позволяет Опять же Более Плэйт Код По работе С Preparate Statement Заполнением Параметров С Получением Результатов С Preparate Statement С Отображением Какие-то Структуры Опять же Свести К Минимуму Если У вас Есть Настроенный В контексте Data Source То Можно Создать GDBC Темплейт Вот Таким Макаром Вот И Уже Использует Его Достаточно Удобные Методы Вот Здесь Никакого Нет Никакой Работы С Connection С Открыть Закрыть Здесь Сприт Берет Работу На себя Вот И В части Работы С Preparate Statement С Выставлением Параметров Там Ай Что Что Часть Работы С Preparate Statement Есть Есть Тоже Там Вспомогательные Классы Которые Помогают Там Свести Вот Этот Болер Плэйт К минимуму Написать Некий Кулбэк В который Спринг Сам Передаст Preparate Statement Поготовленный По Переданной Строке И Уже Там Делать Заполнение Параметров Если Нужно Сделать Select Конверт Результат В Такую Непростую Структуру То Есть Такая Вещь Как Row Майдер Который Знает Как Из Result Сета Доставать Столбцы И В Какие Структуры Запихивать И Вот Такой Простой Конструкции Можно Набор Объектов Получить Вот Это Собственно Сама Логика Сбора Получения Статистики А теперь Как Она Настраивается Как Настраивается Расписание Ее Работы Статистика Записана Сходя Сходя Да Сделал Отдельную Табличку Статистика Сбрасывается Туда Хорошо Что Спросили Поагрегируется Ну Громко Так Скажем Два Селекта И Две Цифры Конечно Агрегация Вот Настройка Тривиальная Задача Тривиальная Настройка Создается Сам Компонент Для Исполнения Шедуля С Полинтрэдов Размером В 5 И Настраивается Для него Набор Задач Их Может быть Соответственно Несколько Вот Шедуля Нет Только Один Идет Ссылка На Спринговый Компонент Дэшборд Сервис Который Вот Здесь Объявлен В контексте Через Смл Вот Указывается Метод Который Будет У него Вызываться И Параметры Начальная Загрузка И Начальная Задержка Исполнение И задержка Между Вызывами Ну и вот Если Сейчас Мы откроем Лог сервер Вот он Себе Там уже Потихонечку Работает С задержкой Для примера Для демонстрации Нужно Показать Где Тут У нас Сделаем Заказ И Зайдем В Типа Как бы Административный Интерфейс А он Пока Один Да Еще разок Когда Попробуем Если Что-нибудь Не бросать А Уже Успел Подсобрать Я хотел Показать Как он Префреш И его Подтянет В общем Смысл Понятен Задача Себе Работает В фоне Агрегирует Статистику Сладет В таблицу И информация Из этой таблицы На странице И Вот Как-то Такое Достаточно Хорошее Несложное Решение Вот Так Ну это я рассказал Все Пошли Рассказал Теперь Протагонич Хотел рассказать Spring AOP Аспект Ориенда Программинг Поднимите руки Кто не знает Что такое Аспект Ориенда Программинг Хорошо Значит Это Такой Подход К разработке Системы Который Предлагает Следующая Модель Что Как бы Какие-то Куски функционала Системы Они Сказать Весь функционал Системы Можно Расслоить На Какие-то Отдельные Так называемые Аспекты Например Профилирование Или Логирование Или поддержка Транзакции Или Авторизация Там И Аутентификация Да И Скажем Там Бизнес Функционал Да То есть В таком Прямолинейном Подходе Да Допустим Вы там Пишите Метод По Зачислению Каких-то Денег На счет Первое Что вы можете Сделать Это проверить Там Является Ли Текущий Пользователь Там Пользователем Которому Разрешено Это действие Да То есть Провести Авторизацию Потом Открыть Транзакцию Развести Необходимые Изменения Закрыть Транзакцию Да Если В начале Проверки Пользователь Не имеет Право Кидается Ошибка И так Далее У вас Получается В одном Методе Смешаны Различные Аспекты Первое Это Авторизация Второе Это Управление Транзакцией Третье Это Сам Собственно Бизнес Функционал Тора Ради чего вы это писали Аспект Ориентированного Программирования Предлагает Эти вещи Как бы Расслаивать И предоставляет Инфраструктуру Ну инструменты АОП Предоставляют Инфраструктуру Для того чтобы Собирать все это Воедино То есть Поддержка Транзакции Пишется Отдельно Авторизация Анотификация Реализуется Отдельным Инструментом Бизнес Код Вы пишете Соответственно Тоже Отдельно А потом С помощью Инструментария Все это Склеиваете Вот Существует Такой мощный Инструмент Как там Аспект 4G Существует Уже Достаточно Давно Реализует Эту Модель Очень Успешно Много Где Используется И так Далее Но Спринт Предоставляет Свою реализацию Но в том числе И аспект G Аспект 4G Поддерживает Значит Спринборская Реализация Она Что называется Чисто Чисто Джавовская Аспект Аспект G Насколько я знаю Он Работает На стадии Компиляции Мешивается На стадии Компиляции И там Подпихивает Свои конструкции И Связывание Вот этих Аспектов И реального Кода В спринге Происходит Соответственно В рантайме В отличие От Компиле Аспект Настраиваются Просто Как обычные Спринбины Могут Использоваться В качестве Аспектов По умолчанию Спринг Использует Механизм GDK Прокси И Это означает То Что Для тех Бинов Которым Вы хотите Аспект Подвязать Они Должны Именно Реализовать Интерфейс Для простых Классов Это Не получится Но Если Хочется Для простых Классов Тогда Надо Подключать Библиотеку CGLIC Использовать CGLIC Проксис Тут Тоже Такая Конфигурация Есть И Вот Следуя Принципу Ешь Сам Свою Еду Спринг Использует Спрингловский Фреймворк С помощью АОП Реализует Поддержку Транзакции Если Посмотреть Внимательно На Логи Работы С Бинами Которые Обернуты С Методами Которые Пронотированы Транзакционал Аннотации То можно Видеть Что Реально Вызов Идет К Спрингловскому Некому Прокси Который В свою очередь Уже Вызывает Тот самый Бизнес Который В Интерфейд Которого Пронотировали Да Конечно Получается Спринг Создает Некую Прослойку Которая Просто Мапит Мет То есть Это Или Это Через Джекшен Через Джедекашный Прокси Он Создает Джедекашный Прокси Для этого И подвязывает Туда Свои Значит Напишем Небольшой Аспект Для Нашего Приложения Банальное Порфилирование Померить Времени Сколько Занимает Время При Выполнении Того Или И Подключим К сбору Нашей Статистики Вот Как Это Выглядит Вот Есть Ривиальный Спринговый Бин Который Который Правда Использует Спринговский Спринговский Даже Помню Спринговский Аспект Джишный Аспект Джишный Класс Джейнпойнт Джейнпойнт Это Я вот Не Сказал Концепция Джейнпойнт Это Как раз Вот Точка Типа Точка Связывания Аспекта И Кода Который Этим Аспектом Оборачивается Вот Вы Когда Там Аспект Настраиваете Вы Говорите Что Есть У меня Аспект Порфинирования Есть Типа Такая Речь Как Point Cut Point Это Набор Точек В которые Вы Будете Вживлять Свой Аспект Например Я Сейчас Дальше Покажу Конфигурацию Например Все Методы Такого То Сервиса Вот Point Cut А Джейнпойнт Это Конкретное Привязывание Аспекта К Конкретному Методу Вот Этого Сервиса Из Point Cut Да Нет Еще раз Аспект Это Функционал Это Тот Функционал Который Ты Сам Напишешь А В Этом Смысле Он С Помощью Аспектов Их Реализует Я Потому Что Если Я Помечу Какой То Что Я Могу Понять Когда Аспект Да Ну Можешь Запустить Его В Дебаге Поставить Туда Breakpoint И Туда Все Провалится Да Аспект Ты Сам Разрабатываешь Ну Еще Раз Аспект Это Какой То Кусок Функционала Просто Ты Расслоил Один Про Одно Это Тепло Это Мягкое Да Можно Скрести С чем Есть Теплые Транзакции И Есть Мягкое Бизнес Код И Ты Говоришь Вот Бизнес Код Он Транзакционный Вот Допустим Блантирование Вот Так 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 Игорь Михайлович Мне даже обидно, я писал, старался А вы говорите, меня отсюда ничего не видно Так, а так лучше? Ну, чуть-чуть Ну, нельзя здесь играть как-то это Ну, тебя не будет видно, ну, выключи Хорошо, я об этом всю жизнь мечтаю Чтобы меня не было видно О, да Сколько вы это писали? Вот это? Минут 10, наверное А, в приложении все? 20 Нет, я, честно говоря, затрудняюсь сказать Надо в баге посмотреть, сколько я туда времени списал Да, в общей сложности, я не знаю Может быть, Денька 3 вспоминает Да Множеством joint point объединяются только методами? Ну, в некоторых случаях LP работает на полях вообще То есть при изменении полях класса При изменении поля класса? Да Аспект G позволяет такое сделать, да? Да, сейчас нет Ну, вот, зависит от фреймворка Это депутная спиндовская реализация айпад? Ну, про которую вы рассказывали Да Она только на методы? Она на методы, да Так Значит, что тут происходит? Значит, вот, типа таймер создали А joint point просит вызов Это, собственно, вызов, ну, вот Того куска, который мы оборачиваем И получение его результата Таймер остановили, отлогировали Все, да Поехали дальше Вот И Вот Ай, зря я Вот как это выглядит в конфигурации Создается вот сам бин Да Вот это наш аспект Обычный бин Без всяких там Каких-то там заморочек, да? И настраивается вот здесь Эти самые Аспект И point cut Вот с помощью вот этого выражения Там язык составления этих point cut Он там достаточно богатый Можно там Типа написать Все паблик методы Классов В пакете Таком-то Вот там Начинающиеся на слово Save Вот что-то там, по-моему Что-то в этом духе можно Накорябывать Но я тут опять же Поленился Принясь и выписал Поэтому там По-простому Все методы класса там И интерфейс даже Бот-сервис И Вот здесь вот Конструкция такая Outpower Around Там Это, собственно, как аспект Будет применяться До вызова После вызова Или типа Вокруг там Да? Ну в смысле Вокруг Это вот В аспект можно будет Засунуть вот этот вот Proceeding Jane Point И управлять вызовом Собственно Самого Целевого кода Как-то так И это вот Видно в логе Как эта штука работает Здесь вот Работает Dashboard Service И как раз вот После него Proflavin Aspect Отписывается Сколько Сколько он там чего Миллисекунд наберил Сколько это выполняется Я могу Изменять Входящие и исходящие Параметры Последняя тема Это Spring Security Решение от Spring По авторизации, аутентификации И вообще Соблюдение там Безопасности Даже там на уровне Методов бизнес-сервисов Фреймворк тоже такой Не маленький По размеру Я бы сказал Где-то там как Spring VC Там С Очень Гибкими возможностями Настройки С Большим количеством Поддержки протоколов Аутентификации Вот Значит По идее Тут опять Spring Заступает на территорию Вот этих вот GE контейнеров На которые Предоставляют все эти средства И там Может возникнуть вопрос Зачем его использовать У меня есть Стандартные механизмы Контейнера Вот Ну во-первых За счет того, что можно Если взять спинговую реализацию Можно поставить себя Опять же В условии независимости От конкретного контейнера У меня кстати В практике опять же Тоже были случаи Когда там волевым политическим решением Сказали там Будет не Fablogic Присной памяти А Веб-сфера Произошел такой Крутой разворот В сторону веб-сферы И там Свои там Знаете Там Всякие идеи И прочее Выкиньте И ставьте себе чок IBM Затем Rational Application Только так Вот Это правда Ну такой немножко Крайний случай Да Но Какое политическое решение О том, что мы возьмем этот сервер А не этот Оно вполне может случиться Вот Ну и опять же там Как и во всех остальных областях Спринт там Предоставляет гибкие возможности По настройке И какие-то типовые решения Из коробки В частности там Опять Для там Нашего Для Приложения Я взял Такое там есть типовое решение Типа юзер репозиторий Можно создать Таблицы Определенной структуры Вот в данном случае это там вот Users В базе И Autorities Ну это типа роли Каким Каким пользователям присвоиваются роли Вот И настроить ряд Спринговских Компонент Сейчас Раз 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 Это я в отдельном контексте сделал Настроить просто ряд спринговских компонентов первое это authentication manager, там стандартный спринговый компонент, отвечающий за аутентификацию и вот самый интересный тут кусок это gdbc юзер сервис, это некий там спринговский репозиторий, который уже настроен на вот эти стандартные таблицы и предоставляет там все необходимые сервисы для авторизации аутентификации по этим таблицам а дальше с помощью этого компонента в отдельном контексте настраиваются области доступа к определенным функционалам определенной категории пользователей то есть вот здесь весь функционал из раздела перчейс, доступен только ролик кастомер и для нее логин через форму, по умолчанию после того как залогинился идти по этому url, если чего, то идти сюда и не всегда ходить по url по умолчанию ну и здесь аналогично, функционал для менеджера вот как-то так, вот все буквально из коробки, а дальше там руками заполнив эту табличку, получил ну и написав там страницу логина, конечно, для приложения, получил там там либо безопасность на аутентификации он по умолчанию, по ротам хитом виден, барили он шифровит а? умолчанию, конечно, в открытом виде, но там вот этот вот компонент работы он тоже настраивается, там можно включить хеширование вот, можно свой написать, там, опять же, там, я говорю, там, возможности по настройке богатейших, можно там, соответственно, buildup, там, лазить за пользователями, там, сертификаты, там, подключается SSL, там, и так далее, и так далее. Это уже вопрос конфигурации. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, то давайте пообщаемся, поговорим. Спасибо вам, что пришли. Спасибо за внимание.